Я знаю, что у тебя есть своя парикмахерская, своя кофейня. Дополнительно еще являюсь бизнес-тренером в внешней компании «Лориаль». У меня график гастролинга вокруг звезды был. Якобы вот у меня уже там в 25 лет есть компетенция вещать на страну. Я много чего попробовал, я много чего посмотрел, я много где побывал. И там лайки, огонечки, вау, где это, хочу туда. Туда, как в любую другую прибыльную нишу, побежали люди. Потому что вот эта жадность внутри включается, нет, это же мой миллион, куда? И мне хотелось себе вот чего-то постоянно больше позволять. Эго свое тешить хватит. Ну что, Макс? Ну что? Вот мы и встретились. Рад тебя видеть. Да, взаимно, Макс. Слушай, давно мы обсуждали мысль о том, чтобы поговорить душевно в студии. Потому что много, да, у нас с тобой происходит разговоров, которые хотелось бы транслировать, ну или передать частичку накопленного опыта. Давай я немножко представлю. Я знаю, что у тебя есть своя парикмахерская, своя кофейня. Это то, где мы часто пользуемся, где я часто пользуюсь твоими продукциями. Где мы познакомились. Можно и так сказать. А давай, может быть, ты представишь, какие ты имеешь еще компетенции. Да, у меня действительно есть кофейня, есть барбершов с партнером. Кроме этого, я преподаю в бьюти-индустрии, преподаю сервис продажи и управление персоналом. Дополнительно еще являюсь бизнес-тренером в внешнем компании L'Oreal. Вау. Какое. Хороший послужной список. Окей. В общем, на самом деле, я даже был на одном из твоих тренингов. Очень меня, на самом деле, поразила структура. То есть, ты знаешь, я вот сидел, благодарю, что пригласил, кстати, и осмысливал то, что ты даешь какую-то определенную механику, наработанную годами. И человек, который сидит рядом, он ее понимает и может улучшить свой навык. Я такой думаю, вау, круто, что это вот видно реальный рост, реальный человеческий какой-то взаимообмен опытом. И я такой думаю, блин, а вот есть же люди, которые на ютубе транслируют, типа, не будем называть имена там. Блогеры, условно говоря, икс. И типа, берут большие деньги, а вот применительного навыка, чтобы вот раз я почувствовал, человек, этот навык может заработать себе на хлеб или как-то улучшить свои уже результаты, нету. Вот как ты считаешь, у тебя есть такое видение, что, может быть, тебе надо масштабироваться в ютубе, или, может быть, тебе тоже надо продавать такие вещи? Ну, мысли такие, безусловно, посещают, но мне просто это немножко тяжело дается, если честно тебе говорю, потому что вести канал, вести там страничку свою, это очень требует высокого уровня дисциплины и вовлеченности. Я вспоминаю времена, когда я думал, ну вот блогеры, ну вот снимают целый день себя, да, и вот, казалось бы, да, и деньги на этом зарабатывают, вот как все легко. Очень тяжело. Я понял, что вообще вести как-то структурно правильно дисциплинированную соцсеть, это очень тяжело. Ну вот, и у меня уже бывали попытки, набеги на социальные сети, но все равно все сводилось к тому, что я не могу полноценно погрузиться. Мне даже, знаешь, так более-менее легко про работу что-то говорить, но мне очень тяжело про личное рассказывать, вот, потому что мне... Интересно. Менеджер, кто мне помогал социальными сетями, он говорит, так, ну ты там ходишь же в магазин, да, то есть, ну выложи, ты купил там йогурт, или там ты гуляешь с собакой, да, запиши, как ты гуляешь с собакой. Тогда я говорю, ну вот, мне, говорю, моя жизнь, она в это как-то и упирается. Я с утра погулял с собакой, там, пошел, поработал, вечером погулял с собакой, то есть, ну, что-то, может быть, посмотрел, там, почитал, то есть, что нету каких-то таких, казалось бы, очень интересных вещей, которые бы хотелось бы рассказать. Ну вот, и даже когда куда-то едешь, там, ловишь себя на мысль, что там приехал кто-то в лес, потому что, блин, ну классно в лесу. То есть, вроде даже визуально, да, красиво можно это вроде снять и выложить, а уже как-то не хочется, хочется вот просто единения какого-то тишины. Насладиться в моменте самому. Да, сто процентов. Прикольно, прикольно. Ну вот просто интересно, потому что сравнивая, допустим, людей, я понимаю, что у кого-то есть какая-то разрешительная способность, якобы вот у меня уже там в 25 лет есть компетенция вещать на страну и типа кого-то учить, а вот у кого-то есть 25 лет понимания, что нет, я, допустим, еще не достиг, вряд ли, да. То есть, такие какие-то интересные мысли возникают, что почему кто-то берет на себя ответственность и типа якобы дает ценность за такую сумму денег, а я считаю, у тебя, ну, космически правильно выработанный урок, который прям, ну, типа, я прям вот, честно, три страницы подряд записывал, впитывал, думаю, вау, как круто. И типа, ну, и я, во-первых, не заплатил деньги, я не знаю, сколько другие платят как бы, но факт в том, что вау, круто, что можно вот почерпать вот эту выжимку твоего опыта, да, которую ты наработал и транслируешь. Я бы хотел, чтобы вот на Ютубе в пространстве были либо такие разговоры, либо хотя бы такого контента было больше. Ну, почему многие вещают? Ну, потому что, наверное, хотят просто на это, в первую очередь, зарабатывать деньги. Вот, то есть, в какой-то момент это стала очень прибыльная ниша, и туда, как в любую другую прибыльную нишу, побежали люди. Вот, и, ну, для меня лично просто должна быть задача, в первую очередь помочь, вот, то есть, ну, что-то передать, да, передать какие-то знания, какие-то наработки свои, для того, чтобы там человек что-то мог дальше поменять. Ну, вот, я для себя это первостепенно ставлю задачей, вот, и поэтому не бегу и не говорю, что за один день, как бы там английский за 2-4 часа, да, там, как увеличить выручку за 3 дня, там, в 3 раза, вот. То есть, это всё продающая история, потому что, ну, людям хочется быстро всегда результатов, вот. Вот, я всегда там своим участникам, кто ко мне приходит учиться, я говорю, вообще не надо на это ориентироваться, вот. И более того, я всегда говорю, что там моя заслуга, она минимальна в ваших результатах, потому что, ну, как бы я вас направил, да, то есть, я вам подсказал какие-то инструменты, а вы уже дальше, по сути, их применяли. И вы же могли это не делать, правильно, поэтому первая заслуга, она всегда ваша, потому что вы же приняли решение это всё попробовать внедрить, вот, а я это всего лишь направил, вас подсказал, ну, вот, поэтому мое участие здесь меньше. То есть. Ну, вот, поэтому я для себя просто это ставлю первостепенной задачей, перенаправить, скажем так, тех людей, которым не доверяют, вот, в какое-то более полезное, на мой взгляд, русло. Вот, поэтому те люди, которые хотят на этом зарабатывать, им не важно вообще, какой будет у людей результат. То есть, мы с тобой, кстати, про это говорили, есть стратегия, есть тактика, да, то есть, в моменте выбирая тактику и меняя её, ты можешь где-то как-то заработать, но если у тебя нет долгосрок стратегии, то есть, видения, да, какого-то длинного, на длинном участке времени, то вряд ли, да, ты выиграешь, поэтому такой вопрос складывается. Вот мы с тобой упоминали, что такое финансовая грамотность. Финансовая грамотность, я недавно приехал в Россию, несколько месяцев назад, и вот стал сравнивать, вот, как вот люди в разных нишах используют этот термин, потому что в целом, я считаю, это обязательная вещь, которая, ну, как минимум, должна быть в школе, либо в университете, доноситься до людей как опцион. Вот есть опция управлять деньгами, дисциплинированно, либо нет, ну, разные виды и форматы. Как вот мне интересно, ты с этим термином дружишь, нет? Я вот не сказал бы, что прям дружу, вот, но я пытаюсь с ним подружиться. Окей. Мы выстраиваемся в отношениях, вот, потому что это абсолютно правда, но это, что никто никогда не учил. Никто. Вот, я там первое резюме тоже составлял в свое время, там, на Headhunter, я, меня тоже никто никогда не учил это делать, да, поэтому оно было отвратительно. Поэтому я считаю тоже, что и в школе, и в институте должны просто уже потихоньку готовить людей к взрослой жизни и передавать прикладные знания, не только как розетку починить, да, там, на физике, а как, собственно, финансами управлять, потому что это действительно важно. Вот, поэтому я достаточно поздно стал к этому приходить, вот, и виной тому, наверное, карьерный рост, вот, потому что, наверное, с 16-го, с 16-го года я просто в прогрессе каждый месяц, каждый год рос, вот, до 20-го. Там 16, 17, 18, все, я каждый месяц больше зарабатывал денег, каждый год больше зарабатывал денег и так далее, и достаточно беспечно жил. И думал, что так будет бесконечно. Абсолютно точно, и мне казалось, что я уже оседлал просто удачу, вот, и, ну, я не видел никаких, в общем, ограничений для того, чтобы это дальше у меня не продолжалось. Вот, и 20-й год начался точно так же, я, там, работал в компании Бэкстар, покинул эту компанию как раз в конце 19-го года, вот, и у меня огромное количество было запросов на семинары, на тренинги, на конференции, у меня график гастролинга вокруг звезды был, вот, но все это закончилось в марте, когда началась пандемия, вот, у меня отменились разом примерно, там, 23, я считал, по-моему, да, 23 мероприятия коммерческих, вот, на несколько месяцев. И вот ты сидишь такой и вспоминаешь все эти деньги, которые ты потратил за последние несколько лет. Их количество. Да, да, и на что-то их тратил просто. Вот, и вот тогда я начал потихоньку задуматься о том, что надо что-то в этом формате менять, вот, и для себя начал рассматривать, там, варианты инвестирования, вот, потихоньку, из того, что было, в общем, потихоньку стал собирать себе портфель в криптовалюте, ну, и, собственно, в акции. То есть у тебя есть, у тебя есть понимание, что, ну, как я вижу это, чтобы инвестировать, нужно как минимум как-то эти деньги откладывать, да, находить, то есть если еще дальше копнуть. У тебя есть понимание, там, какие-то модели, вот, я зарабатываю в месяц, там, икс, я какую часть откладываю, я какую часть, типа, ну, откладываю в долгосрок, как ты вообще портфель на высокорисковые активы делишь, как ты, ну, как ты вообще распределяешь свои потоки? Ну, я так скажу, для тех, кто вообще этим не занимается, я рекомендую просто вот начать и делать это, там, условно, не знаю, там, тысячу рублей, вот, там, не важно, сколько ты зарабатываешь денег, абсолютно. Определенная сумма. Просто, вот, там, вот, взял, там, не знаю, закинул 500 рублей, в этот, там, в другой день закинул тысячу рублей, но вот потом наступает просто момент, когда ты видишь, что у тебя, там, ну, появилась уже какая-то сумма денег, при этом ты абсолютно ни в чем себе не ограничивал. То есть не то, что ты, там, не знаю, там, отдал, там, не знаю, зарабатываешь, там, 100 тысяч рублей, 10% ты отдал, да, и тебе вот это 10 тысяч рублей, ты на них смотришь, да, куда-то ты их засунул, ты вроде как морально, мозгами, ты понимаешь, как будто это расход, ты их потратил, да, хотя они все равно твои, по сути, да, но ты их воспринимаешь, как будто бы их у тебя нет. Вот, а когда ты это делаешь по чуть-чуть, там тысячу, там 5 тысяч, там 3 тысячи и так далее, и это можно делать неделю значительно больше даже там в месяц, чем эти 10 тысяч рублей, но морально как-то ты это воспринимаешь легче. А потом, когда ты на инвестиционный счет заходишь и видишь, что у тебя там уже какая-то собралась сумма, и при этом ты ничего для этого глобально не делал, но у тебя появляется азарт и интерес просто делать это чаще и большими суммами, потому что ты видишь, что есть результат. Когда ты еще особенно иксанул, вот этот азарт дословил, ну ты знаешь, это круто, потому что главное, наверное, выработать привычку, то есть когда ты вырабатываешь на постоянной основе привычку просто откладывать это, то есть у тебя сейчас, допустим, ты можешь отложить тысячу-две, но никто не знает, как ты вырастешь через 3-4 года, и когда у тебя есть привычка что-то откладывать, вот эта сумма может быть уже и миллион, да, и 2 миллиона, ну в будущем, но если ты не выработаешь эту привычку на тысячи, ну на каких-то маленьких суммах, у тебя она просто, это кажется, что когда у меня будут миллионы, я буду откладывать, все намного наоборот будет сложнее, потому что вот эта жадность внутри включается, нет, это же мой миллион, куда, а привычка это вот базис, который типа дает тебе на стратегическом там планировании в долгосрок, какую-то определенную финансовую модель. Я тебе так, Макс, скажу, я, знаешь, задумался о том, что вот есть много людей, кто умеет откладывать, вот у меня брат всегда умел откладывать, он всегда копил, как бы мы там небогато жили, он всегда копил, он покупал себе там, у него первый там MP3-плеер был, там CD-плеер до этого он там покупал, вот, я был тем человеком, старший брат, соответственно, я все это ломал благополучно, потому что я всегда брал это пользоваться, и я всегда это ломал, вот. Брату моему большое спасибо за терпение, что меня не прибил, вот, ну вот так это было, я никогда не откладывал, вот, потому что, ну, мне как-то, знаешь, мозгами просто хотелось какой-то другой, наверное, жизни, и мне хотелось себе вот чего-то постоянно больше позволять, вот, и я считаю, что это в том числе, ну, позволяло мне двигаться и развиваться, потому что, да, можно там постоянно находиться в накопительстве, да, там все накапливаешь, накапливаешь, но при этом ничего себе не позволяешь, как будто бы ты до конца не понимаешь, для чего тебе, ну, как бы дальше это нужно, вот. Я какой-то этап прожил, когда я себе очень много всего позволял, да, и не жалею, что я там годы роста карьерного, да, и финансового, что я тратил эти деньги, потому что я много чего попробовал, я много чего посмотрел, я много где побывал и так далее, то есть и сформировал, ну, определенный вкус, наверное, да, к тому, что может быть, да, если ты зарабатываешь деньги, вот. А теперь хочется, да, действительно их подкладывать, потому что теперь уже можно себе позволить отложить и иметь, скажем так, воспоминания, да, того, как это классно, например, куда-то ездить, вот, но при этом еще и теперь можно и складывать капитал. Абсолютно с тобой согласен, вот эти воспоминания, да, это, конечно, не поменяешь их ни на что другое, но в целом я вспоминаю то, что вернувшись, допустим, в молодые годы, ты, допустим, выходишь из университета, у тебя есть скил, который ты приобрел, это вот у меня, допустим, физик-математик, я как бы реально умею считать, я умею там применять формулы, но обращение с деньгами на тот момент, абсолютное непонимание, что и как, как будто это, ну, как бы цифры же, это деньги, это же как бы все одно поле, но, типа, реально применительный сектор моей финансовой ситуации был ужасен, и, типа, вот я уехал, начал вот как раз тоже заниматься приобретением эмоций, тратил очень много, и в какой-то момент действительно приходишь к осознанию, что, вау, а вот надо-то как-то пассивный доход вырабатывать, и, соответственно, у меня была даже такая идея, что вот мне сейчас 30, если бы я подошел 30-летний к себе, 20-летнему, что бы я сказал, и вот, наверное, я бы сказал то, что делай все то же самое, получай эмоции, ну, типа, смотри мир, расширяйся, но начинай изучать финансовые инструменты, образовывай себя финансово, потому что какой бы ты творческий, талантливый не был, ты все равно в любом случае должен помогать себе, семье, детям, если у тебя нет финансов, то это как бы, это хуже, чем они у тебя есть и структурированы, поэтому вот на будущее, вернее, в прошлое я бы только себя финансово образовывал параллельно со всем тем, что я уже делал, как бы. Ну да, опять же, к вопросу в том, что сейчас в доступе, да, в интернете можно огромное количество найти информацию всегда, да, то есть, я тебе рассказывал историю, да, про девочку-стажерку, да, к которой у подруги пришла, которая там у нее 18-19 лет, у нее там портфель с доходностью, мне подруга, говорит, будучи топ-менеджером компании, говорит, блин, у меня в ее возрасте один, говорит, портфель был, да, школьный только, говорит, я просто даже не знал о том, что есть, да, такие вообще штуки. А 17 лет, да. Что можно в акции там вкладывать и так далее. Сейчас уже, конечно, это все доступно и уже значительно проще делать, нам приходится это все методом проб и ошибок постоянно к этому, собственно, приходить, вот, поэтому главное прийти к этому, Макс, я так скажу, рано или поздно, и в 50 лет можно к этому прийти, я считаю, в 40 лет, неважно, какой у тебя возраст, все равно нужно к этому стараться приходить. Ну, то есть, общаясь, вот, допустим, с тобой, с людьми моего окружения близкого, я понимаю, что когда интерес просыпается, вот реально, допустим, понять, что такое криптобиржа, что такое там Форекс, что такое какие-то пространства, где ты берешь ответственность на себя, потому что, положив деньги в банк, ты проценты и ответственность отдаешь банку и соглашаешься с этим минимумом, который тебе банк взамен дает, беря ответственность на себя и понимая, какие риски, риск-менеджмент на определенных площадках, ты такой, вау, наверное, стоит инвестировать свое время, научиться и потом получать большие барыши, но опять же, если нет интереса, вряд ли ты себя заставишь. Ну, я думаю, здесь кроме интереса еще такой момент, что, если говорить про нашу действительность, про страну непосредственно, то она же сколько раз, мягко говоря, обманули. Пирамиды ты имеешь в виду? Ну, и пирамиды, да, и там дефолты и так далее, то есть, страна постоянно переживала, то есть, любая попытка что-либо накопить, она всегда оборачивалась крахом, поэтому как бы банк, по сути, говорит о том, что вот вы можете на вклад положить, мы еще эти деньги там застрахуем, да, и как бы вы их все равно получите, да, то есть, и поэтому есть, ну, может быть, там какой-то элемент доверия к подобным инструментам консервативным, да, абсолютно, вот, а когда, например, там я зажегся, там, идеей, например, инвестировать там в акции, вот, ну, я человек очень рисковый, я азартный человек, вот, поэтому, конечно, я там и какие-то высокорискованные активы для себя рассматривал, вот, но при этом, как бы, я для себя там вычитал и действительно понял, ну, риск, понятие контролируемое, абсолютно, и ты можешь сам для себя определить тот степень риска, который ты хочешь себе, собственно, заложить, но при этом есть стереотип, ну, там, опять же, у людей, которые, да, в этот вопрос не погружались, что вот ты вложишь, да, а вдруг там завтра компания обанкротится, ну, вот, когда объясняешь, что там компании, да, там, которые входят там в десятку, да, там, по обороту годовому, там, даже в нашей стране, если говорить там про российские акции, как бы, ну, они завтра не обанкротятся, то есть, ну, непонятно, что должно произойти, и ты можешь для себя определить, да, там, насколько там акция, условно, это может просесть, да, то есть, сколько ты готов на ней потерять, и точно так же можешь определить, сколько ты не хочешь заработать, вот, и ждать того момента, пока ты там заработаешь, там, 10, 15, 20, 30 процентов и так далее, и просто ее продавать в тот момент, когда ты принял решение, что тебе хватит зарабатывать на этом, вот, поэтому в этом просто действительно надо базово разобраться, ну, на сегодняшний день, мне кажется, есть, не знаю, сотня курсов инвестирования для чайников, и платных, и бесплатных, и платных, и бесплатных, да, просто банально, я говорю, ты мне прислал статью, да, ну, на мой взгляд, там, вот, выжимка просто всего того, что тебе базово надо знать, если ты принял решение первые тысячи рублей вложить там во что-то, вот, у меня ушло на изучение, там, статьи 10 минут, условно, вот, и ты уже имеешь там какие-то базовые представления. Вот, кстати, это тоже меня натолкнуло на мысль, смотри, я помимо тебя эту статью скинул нескольким своим друзьям, и параллельно выставил в сториз в инстаграм. Я, ну, иногда выставляю такого вида контент, где либо это про какую-нибудь криптовалюту, либо про регуляцию каких-то финансовых структур, либо там про на английском языке, и знаешь, обычно реакция вот из там большой аудитории, которая у меня есть, и которая смотрит сториз, ну, там, два-три человека, а бывает вообще просто один кто-то либо поставил лайк, либо ответил, слушай, я прочитал статью, давай обсудим. И вот, как бы, этого я жду, потому что, наверное, типа, круто, да, если я делюсь, я хочу получить обратную связь и с кем-то обсудить, кто, возможно, под другим углом ее посмотрел. Вот с тобой мы ее обсудили, плюс там еще один человек мне написал, я такой, классно. И встает вопрос вот для меня, либо у меня нету такой аудитории, и что-то нужно делать, чтобы конкретно на 360 градусов менять, да, все это, либо люди стали отходить от вот этих сложных текстов, процессов, потому что выставляешь какой-нибудь спорт-контент, выставляешь красивые виды, и там лайки, огонечки, вау, где это, хочу туда, и типа думаешь, блин, ну, по сути, вот что человеку надо, ну, а ведь я не отказываюсь, что это круто и важно, но ведь помимо этого есть миллион векторов, и вот глубина, знания, которые тоже приносят удовольствие, которые тоже хочется обсуждать, там, щекотать мозги, да? Да, я думаю, что тут проблема как раз связана с самой соцсетью, потому что все-таки люди туда приходят с потреблением немножко другого, мне кажется, материала в большей степени, к сожалению или к счастью, сложно сказать, ну вот, я всегда тоже шутил, что самая популярная на моей странице – это моя собака, ну вот, то есть если я выкладываю свою собаку, это всегда тоже куча умиления, там, куча лайков, всегда там выкладываешь какое-то там, ну, бывает, знаешь, я не очень часто что-то пишу, вот, но бывает такое, что у меня постигает какое-то вдохновение, мне хочется поделиться какой-то мыслью, я могу расписать очень хорошо, там, длинно, ну вот, и думаешь, блин, вот это я написал, вот это я сейчас вот там провокацию какую-то создал текстом, потом выкладываешь, и ты понимаешь, что как будто бы, да, кто-то там посмотрел, вот, а там реакции такой нет, да, или там я, знаешь, снимал эти рилсы, вот я, мне это настолько тяжело давалось, значит, я пока разобрался, какая мне там нужна там камера, там, как снимать, там, какой свет, все, там, экспериментировал, выставлял там разный свет, это, в общем, потому что я этим никогда не занимался, да, и, вот, и потом я начал выпускать ролики, и потом ты понимаешь о том, что, ну, нету этого, да, какого-то фидбэка при условии, что у меня-то целевая аудитория сто процентов, вот, потому что на меня же подписываются люди, которые, там, приходят ко мне учиться, вот, и потом это все, как бы, все люди просматривают, забывают, я понял, что, честно говоря, это площадка для развлечения больше, вот, и больше залетает, там, какие-то люди выкладывают, там, какие-то мемы, да, то есть картинки вот такие, потому что человек может быстро впитать, пережить и забыть тут же, вот, а когда ты даешь какую-то полезную, какую-то полезную информацию, которую рефлексировать нужно, да, с ней уже становится, как будто бы это неинтересно. Вот, кстати, в ответ ты мне скинул видеозаписи Татьяны Черниговской, правильно я говорю? И вот момент мне понравился, то, что она сказала, наш мозг, это не как наш желудок, желудок можно едой отравить и вычистить, а если говорить о нашем, наш мозг, он все, что впитывает, он на подсознание глубоко-глубоко вот так вот складирует, вот всю вот эту вот историю с мемами, с какими-то, ну, такими вещами, которые засоряют наш мозг, я не говорю, что это, ну, типа, нельзя делать и не нужно, но просто дозировать, чтобы это не перешло в привычку, потому что если ты займешь большую часть своего там свободного пространства вот этим контентом, ты будешь в этой парадигме мыслить и жить, потому что в какой-то момент, ну, я просто отказался от того, что я выставляю такой же пост, я думаю, что это, типа, очень крутая мысль, классная, и в ответ не получаю комментариев, меня это настолько стало огорчать в какой-то момент, опять же, моя проблема, да, я так реагировал, и я просто решил закрыть комментарии, и вот у меня там последний, я вот много путешествовал, последние лет пять, и какой-то выжимка из моих мыслей, какая-то картинка, допустим, Гавайи, я помню, что это инсайт, либо мой день рождения, либо какая-то дата красивая, и это как бы мой дневник, мне вообще плевать, кто прокомментирует, я знаю, что я веду это для себя, чтобы через там, в пожилом возрасте уже просто открыть, посмотреть, вау, я был там, вот такой инсайт словил, и это важно, а параллельно уже окей, кто-то себе сохранит, сделает скриншот, лайк поставит, круто, если до кого-то эта мысль дойдет, но я уже не хочу вот этой реакцией себя опускать, знаешь, вниз эмоциональное состояние. Ну, я тоже инстаграм-то, по сути, изначально ввел именно для этого, вот, то есть задача-то была, даже сейчас бывает, что могу там провалиться куда-то вниз, да, там, в 2013-2014 год, что-то посмотреть, вот, и у меня был период, когда мне вообще не хотелось отвезти, то есть я там думаю, блин, ну вот, ну, мне ведь этим нужно заниматься, там, ввиду то, что я, да, там, работаю все-таки, да, там, так или иначе у меня клиенты оттуда приходят, то есть они там следят за мной, вот, но при этом мне не хочется вот это вот все выкладывать, то есть хочется действительно каким-то делиться условно моментами, и в первую очередь действительно для себя, для того, чтобы вот можно было там через там 20 лет еще там, да, открыть и посмотреть, о, прикольно, это же 2013-й или там 2014-й, вот, о, это мы тут в Берлин полетели, по-моему, на мой день рождения в 16-м, да, ну, то есть какие-то вот такие фрагменты, да, из жизни, которые тебе там дороги, вот, почему-то ты их решил там в тот момент выложить, и даже я бы так сказал, что там вот раньше даже если посмотреть, да, то есть, ну, мы же не заморачивались касаемо вообще там качества контента там в 2015-м году, его просто не было как такового, да, то есть, типа, самое крутое, это когда ты фильтр какой-то, да, наложил на фотку там. Кстати, да, вау, прикольно. Вот, сепию какую-нибудь сделал там и все, и то есть тебе достаточно было, да, и у тебя Инстаграм был из кучи разных вот этих фильтров, то он же изначально, Инстаграм так же и позиционировался. Как фильтры, вау, я даже забыл, круто. Вот, а потом, когда наступила эра контента, для всех стало очень важно делать там одинаковые ряды фотографий, чтобы они там в одной цветовой гамме, чтобы это было монохромно и так далее. То есть, люди, на мой взгляд, слишком много придают этому значения, что самое главное, то есть, ну, да, там вот так вот смотришь вроде бы визуально, да, ну, симпатичный картинок, но у тебя ни на чем не останавливается глаз, потому что ты еще видел 45 миллионов таких же аккаунтов, где ты так же кто-то запарился и сделал все в одном цвете, например. Вот, поэтому для меня это тоже такая вот история. Я хочу, чтобы у меня осталось просто какое-то воспоминание, вот, из разных периодов моей жизни. Вот, я потом для себя решил, что только я отойду от дел, вот, я почищу все то, что связано было с работой, вот, оттуда я оставлю только то, что было связано с жизнью, вот, чтобы было на память. Класс, интересно, блин. Очень здорово, да, что похожие мысли, это как с финансовой грамотностью тоже. В какой-то момент ты приходишь к тому, что, ну, эго свое тешить хватит, ну, хватит этих картинок, вот, главное, что, что вот внутри, какие ценности ты уже выработал, да, и их уже транслируешь. Но, но как, как интересно, да, то, что вот я пишу дневники, допустим, и в дневниках только какие-то мысли, эмоции, выдержки, а тут вот, если пользоваться социальными сетями для вот этого, мы не можем, мы можем говорить в социальной сети. Мы, получается... Запикаем там. Да, да, да. Мы, короче, используем этот инструмент во благо, потому что картинки, либо там можно в карусели видеозаписи делать, да, они же тоже передают, ну, какой-то фон окружающего пространства. Поэтому, блин, классно. Говоря о том, что вот мне нравится, как ты выражаешь свои мысли. Ну, то есть, структура речи, как ты преподносишь свои предложения, да, как ты их формируешь в комбинации слов. Скажи, наверное, это складывалось путем чтения. То есть, ты читаешь много или как ты считаешь, вот, от чего зависит, интересно ли слушать человека. Я вот испытываю удовольствие, да, общаясь с людьми, которые грамотно и красиво имеют, чтобы у них речь лилась, да. Вот у тебя это так. Вот скажи, как ты к этому пришел? Ну, во-первых, я очень много говорю. Вот. Это 100% влияет. Практика. Практика, да, потому что я каждый год только там однодневных мероприятий там по 70 штук провожу. Вот. И плюсом еще там различные онлайн-занятия, которые я провожу. То есть, я целый год постоянно говорю. Вот. Ну и, безусловно, книги тоже позволяют это делать. То есть, напитываешься просто даже, ну, по сути же, ты же не концентрируешься на тех словах, да, которые ты там читаешь, да, там, не вдумываешься. Но потом прикольно находить просто какие-то обороты. Вот, да, мы с тобой недавно про книгу «Овод» разговаривали. Это Ильян Войнич, женщина-автор. Вот. И меня прям вдохновляет вот этот вежливый язык. Вот. То есть, как люди вежливо, там, по-моему, 19 век, если я не ошибаюсь, 1850-е, по-моему, года. Вот. Как люди вежливо ругаются. Это так круто. То есть, это как надо мастерски владеть, да, языком, чтобы ругаться вежливо. Тебе не нужно материться, да, для того, чтобы тебя поняли, и ты был строг в этом. Вау, интересная мысль. Вот. И когда ты просто постоянно это читаешь, а на самом деле у многих, там, у Диккенса то же самое, если почитать, там у него «Лавка древностей», если я не ошибаюсь, книга есть. Вот. И там тоже я помню фрагмент, когда мужчина, значит, муж ругался на жену вежливо. И, в общем, он очень любезно с ней разговаривал, но даже через текст было понятно, что это было страшно. Вот его любезность, вроде он ничего, ни одно плохое слово грубого не сказал, но как-то вот текстом ты воспринимаешь то, что он на нее ругается сейчас, и ты это понимаешь по тому, как она реагирует и так далее. Вот. И это, блин, так круто уметь делать. Вот. И для этого Бессону очень большой словами запас нужен. То есть, надо потреблять постоянно откуда-то новые слова. Это вот, кстати, «Война и мир» Толстого, да, там три больших книги, части, да, целого произведения. И я помню, что я, допустим, ощущение того, когда я закончил читать эту книгу, у меня было эстетическое удовольствие. Просто насколько, да, они французский язык использовали, английский, русский, еще какие-то, да, то есть люди могли, вот ты представляешь, насколько у тебя развита какая-то, ну, способность получать информацию, анализировать ее и выдавать на разных языках. То есть это, есть такое выражение, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Я сначала думал на поверхности, типа, что это значит, а потом, это же не только ведь язык, это еще и песни, это способность читать книги авторов в оригинале, это способность понимать шутки, ну, в зависимости от уровня. И вот я смотрю на детей, которые сейчас там билингл, которые способны воспринимать там как родной язык 2, 3, 4, может быть, от родителей. Я думаю, вот это, конечно, подарок, ну, способность говорить свободно на нескольких языках и читать книги. Ты вот представь, мы читаем, допустим, Теодора Драйзера мы обсуждали интерпретация на русском, Оруэлл, вот ты мне подарил книгу. Я тоже читаю адаптивный перевод на русском языке, но те книги, которые у меня получается читать на английском, я тоже получаю дикое удовольствие. Я все равно чувствую разницу между оригиналом, ты представляешь, Достоевского, ну, Достоевского американцу прочитать. Я думаю, что он вот эти душевные перипетии, вот эти вот эмоциональные связи точно не поймет. Сто процентов. Так что, ну, и очень круто то, что вот мы с тобой не так давно общаемся, насколько многим книгами, там, статьями по финансовой грамотности уже обменялись и подзарядились, да, друг от друга. Важно иметь в окружении людей, которые, ну, чем-то тебя заряжают, ты на них смотришь, как на ролевую модель в каких-то направлениях, такой думаешь, вау, вот я здесь отстаю. Такое живое соревнование, то есть, не кто победит, я потешит своего эго, а типа, вау, я тоже так могу, я же, ну, типа, не хуже, да, я раз могу где-то, ну, типа, поделиться, вау, вот это я лучше знаю, и где-то наоборот сказать, вау, а тут я отстаю. И вот честность с собой и правильное окружение позволяет как бы быстрее иногда двигаться. Ну да, с книгами же тоже так получается, что, ну, как бы нет такой, как бы, культуры повсеместной, да, что это прям модно, модно читать. То есть, мне кажется, сейчас это стало моднее, но еще лет, может быть, 10 назад это как будто бы вообще было не очень модно. Почти вымерло. Да, да, вот, и сейчас как будто это начинает возвращаться, да, то есть люди, ну, какой-то был период, когда вот электронные книги, да, люди покупали себе, читали, ты в метро везде едешь, читают эти книги, вот. Сейчас опять эра бумажных книг, на мой взгляд, в этом плане, то есть, я себе собираю коллекцию дома книг, для меня это важно, стало тоже в какой-то момент, потому что у меня у бабушки с дедушкой библиотека, вот, и там дедушка всю свою жизнь ее собирал в эту библиотеку, и там у меня целая картотека была, вот, есть, но она уже, наверное, бабушка не ведет, вот, и там огромное количество книг, огромное просто количество, там куча стеллажей, и были книги, мне показывал дедушка «Гоголь на старорусском», с твердыми знаками в конце и так далее, то есть, там, книги, там, 1800 какого-то года, вот, ну, он там уже перед смертью их дарить начал, там, сестре подарил, там, еще как-то там, начал, в общем, это, делиться этим всем, вот. Вот, ну, у Башки огромная вот дома сейчас коллекция, тоже книг, там, весь Джек Лондон, там, весь, там, Толстой, все, что хочешь, вообще, приходишь, вся классика, вообще, все, 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 вообще есть у бабушки, я у нее очень долго просил, у меня любимый поэт есть, Эдуард Асадов. Класс. Вот, и я очень долго у нее просил, значит, чтобы она мне подписала книгу Эдуарда Асадова и подарила, вот, поэтому я уже, я года, наверное, три просил, два или три года, да, просил, я уже купил себе своих, свои книги, в общем, Эдуарда Асадова, вот, но вот на прошлый день рождения, вот в мае, мне бабушка подарила все-таки. А мы можем попросить тебя на мастерской в душе выставить стихотворение, если ты выучишь его и расскажешь? Это, наверное, будет проблематично сделать, но у меня есть любимое там стихотворение, вот, никогда просто стихи на камере не рассказывал, поэтому, может быть, это новый опыт, может, надо действительно попробовать. Как челлендж, давай, давай. Да, да, может быть, стоит. Вот, и, значит, бабушка, в общем, бабушка уже плохо видит, очень, вот, и она на бумаге мне написала, там, значит, пыталась это разлиновать, и она мне написала пожелание на день рождения, вот, и сказала, что в книге есть стихотворение, которое, вот, в общем, она мне, ну, как бы, посвящает, дарит, вот, значит, и я должен был его найти, но я достаточно быстро нашел, вот, там, творите биографию свою, у меня есть такое стихотворение, вот, интересно почитать. Смотрю, да. Ну, и, в общем, вообще, в целом я как-то для себя так осадово открыл, очень какие-то у него жизненные стихи, вот, мне очень нравится, вот, поэтому теперь у меня смотрю дома на эту книгу, все, храню письмо бабушкино, которое она мне писала, вот, самое ценное. И вот интересно, да, сколько наши родители, наши бабушка с дедушкой, они же, по сути, прожили большую жизнь, чем мы, да, и много разных исторических событий прошли, и накопили какой-то опыт, который не из книг, да, а вот свой жизненный, и я на 100% уверен, что, там, внукам, правнукам они постараются передать максимально правильные установки, потому что это же, ну, твой род, да, твоя какая-то продолжение твоей семьи, и интересно прислушиваться именно к мудрости предыдущих поколений. И что вот я стал замечать, у нас как-то стала уходить вот эта мудрость, которая должна априори от предков к следующим поколениям помогать развиваться. Я не говорю, что нужно уходить, там, в древности, в традиции, и жить, как, вот, 200-300 лет назад, и соблюдать беспрекословно все, что там написано, но какие-то житейские мудрости, как, там, должен муж с женой общаться, как, там, пословицы и поговорки мы с тобой говорили, не зря их, там, 700-1000 штук в каждом языке под свои какие-то особенности. Вот зная эти пословицы, зная подсказки своих предков, ну, вот ты сейчас говоришь Гоголь, да, вот мне стыдно, я, допустим, вряд ли бы смог прочитать на древнесловенском языке Гоголя, да, в оригинале. Я бы тоже не прочитал, да. Подожди, а вот я думаю, а что мне мешает, ну, этот же язык чуть-чуть углубить и понимать? Ну, наверное, просто отсутствие каких-то опций и лень. Я бы вот сейчас поработал над этим, потому что даже в языке, вот если есть сейчас у нас А, Б, В, это гласные, да, какие-то звуки согласные, а раньше были буквицы, то есть несли какие-то образные мышления, ну, образование – это способность соединять образы, образно мыслить. Если у тебя буквица несет какой-то образ, то ты можешь соединять образы. А сейчас мы просто соединяем звуки, то есть, по сути, меньше способность к креативности, к какому-то мышлению творческому. Так что вот ты мне говорил по поводу адаптации, да, вот этих вещей. Как вот ты считаешь? Ну, я считаю, что не всегда правильно используются инструменты просто, потому что очень часто нам же какие-то вещи пытаются навязывать, и, ну, там, справедливости ради, там, и родители, и бабушки, и дедушки используют ровно такие же инструменты. Вот, очень часто, да, там навязывание того, что это там должно быть. Вот, но поколения так или иначе меняются, должны меняться инструменты, да. Вот я как человек, который занимается управлением, я четко для себя вижу, что, там, с разными возрастами, скажем так, сотрудников, да, в кофейне, там, например, более молодая аудитория сотрудников в Брабешопе, более взрослая, но с ними по-разному работать. Вот, и свои требуются инструменты, и, там, свои способы, там, заинтересовать, там, геймификация какая-то нужна, да, там, Брабешопе она не нужна, там, можно прямо сказать, вот, своим сверстникам какие-то вещи, они это будут более правильно понимать. Вот, то же самое касается, мне кажется, и вот этих вот культурных каких-то, да, ценностей, вот, потому что их очень часто пытались навязать, там, в школе, вспомню, да, это список книг на лето. Вот ты должен прочитать это летом. Ты должен. Да, да, и у тебя уже ярлычок такой. Все, и ты уже такое-то вспоминаешь. Потом я вспоминаю, там, у меня тоже, так как у меня дедушка был преподавателем, да, и, там, для него это вообще самое ужасное, что он мог себе вообще представить, что я вырос идиотом. Вот, для него это просто, ну, ужасно было воспринимать, он этого боялся очень сильно, что я стану дураком. Вот, я играл в футбол еще, это его очень смущало. И я помню, что мне давал, там, бабушка, например, там, капитанскую дочку Пушкина, вот, и я садился, значит, и мне 40 страниц ты должен прочитать, все. Я это помню тоже, вау. Они меня, ну, как бы, я сейчас могу им огромное сказать спасибо, потому что меня, ну, меня приучили, там, к труду, благодаря, там, ну, через эмоциональные, конечно, неприятные моменты, да, в моменте, то есть, тогда, конечно, мне это не нравилось, когда, знаешь, за окном дети играют в мячик, а ты такую капитанскую дочку сидишь, летом читаешь, погода классная, все. Ну, вот, или там ребята, да, там, не выходят, тебе говорят, ну, вот они не выходят, и ты не пойдешь за ними, как бы, да, давай вон тяпочку возьми, да, у нас тут в саду надо там травку пополоть. Вот, и мне это дико не нравилось, дико не нравилось. Меня тогда вот дед проучил один раз, я это тоже на всю жизнь запомнил, вот, бабушка-то уехала, вот, бабушка не знала, кстати, об этом, я ей недавно только рассказал, вот, я думал, она знает, вот, ее не было. И, значит, я, опять у меня какой-то был бунт, что я не буду там полоть или что-то делать, вот, в саду бабушки, задерживая частный дом, вот, и, значит, мы сели с дедом обедать, и я всегда как делал, я вроде бы наился, да, но потом я хотел хлеб с вареньем, всегда мне с чаем, вот, нравился хлеб с вареньем, который, понятное дело, делался из вот этих всех ягод, фруктов, в общем, домашних. Вот, и, значит, как только мы доели, все там, с супкой-то поели, значит, я потянулся за этим вареньем, ну, взял хлеб, значит, потянулся за этим вареньем, и дед мне не разрешил. Вот, а он сказал, что ты, типа, сделал для того, чтобы это варенье здесь было. Ну, то есть, я полдня, значит, бунтовал, да, я отказывался там прополоть условно клубнику, да, а потом ты хочешь есть клубничное варенье. Но чтобы было клубничное варенье, нужно сначала клубничку прополоть. Вот, и это такой для меня урок был, на самом деле, да, что... Это, кстати, очень классная мысль. Вот, и он, ну, как бы, она мне так засела в тот момент, ну, как бы, я вот со временем понял, да, что действительно это такое очень важно. Я, конечно, обиделся жутко в тот момент, вот. Бабушка недавно об этом только узнала, мы как-то за ужином разговаривали, вот. Но для меня это, меня это научило, на самом деле, я вот, любовь к труду определённая, она у меня, мне кажется, вот дедушка, но она навязанная всё равно, как бы. Меня не заинтересовали трудом, всё-таки навязали. Ну да, прикольно. Нет, вообще такое тёплое воспоминание. Да, как-то я, у меня близкий друг в Германии сейчас живёт, вот. И, значит, мы как-то, я помню, давно всем разговаривали, мы вместе жили, когда в Москву переехал только, вот. И он рассказывал, что у него-то отец, значит, собрал всех у него ещё, ещё брат, вот, значит, собрал их забор ставить на даче, вот. И он тоже говорит, батя, давай, это, что, сейчас вызовем, сейчас работников, что, давай я плачу, всё, ну, то есть, вот. И, говорит, он мне отказал, вот. И я потом, когда, значит, начали мы это делать, для меня дошло, что, типа, для отца это, типа, очень важно, что вот он с двумя своими сыновьями этот забор на даче ставит. Вау. Ему-то надо время провести вместе. Да, да. Вау, прикольно. Вот, типа, это не деньги. И я то же самое, там, про бабушку понял, потому что, там, там, ну, при этом платить какой-то счёт, там, квитанцию, да, то есть, ну, что мне, там, QR-код, да, там, навёл, там, оплатил, пять секунд это сделал. Бабушка идёт, там, условно, куда-то, там, где, сейчас, не знаю, где оплачивает, ну, вообще, в кассу какую-то это оплачивает. На почту, допустим. На почту, да. Вот, я говорю, бабушка, ну, давай, чего, господи, вот сейчас сидим за столом, две минуты, я сейчас всё быстро сделаю, и всё, вот. Вот, она всегда мне запрещала, вот. И я потом, тоже это переосмысливая, я перестал ей это предлагать, потому что я понял, что это же для человека, ну, жизненные процессы, которые ты совершаешь, вот. То есть, мы иногда пытаемся, да, отгородить, ну, там, давай, я заплачу, там, придёт человек, я и говорил там тоже, давай, заплачу тебе, кто-то вскопает огород. Ну, то есть, как бы, просто придёт, я оплачу, и всё, ты не будешь выполнять эту работу. А для меня это жизненный процесс, которым она занимается. Если ты, там, человека от всех жизненных процессов, да, по сути, отграждаешь, как бы, человек начинает гаснуть. Ты лишаешь смысла жизни. Это очень классная мысль, вау. Сто процентов. И я для себя понял, что мне бабушка, каждый мой приезд, она, там, запекает мясо. Всё, для неё это важно делать, вот. Там, мне бабушка, там, где-то, не знаю, там, денег даст. Вот. И я, там, поначалу я, там, отказывался, там, да, тогда мне, там, типа, не надо. Потом всё, я понял, что нельзя делать. Вот, это тысяча рублей, тебе, там, две тысячи рублей, там, пять тысяч рублей. Вот. И всегда надо брать. Нужны они тебе, там, не нужны, абсолютно не важно. Для неё это важно. Для неё важно. Это она делает, там, как бы, для себя. Когда начинаешь её убеждать, да нет, мне не надо, там, и так далее. Ну, вот, ты человека обижаешь этим. Вот. Поэтому дают, бери. Вот это, да, принцип. Вот. Очень-очень важный. Вот. И я для себя это тоже понял, да, что не всё можно купить. В этом плане. Вообще не всё. Знаешь, я тоже, да, вот, пять лет жил в капиталистическом укладе, в такое устройство общества, где очень многое, да, ставится на первый план, как, ну, денежный эквивалент. И я понял, что я стал скучать по душевным разговорам, по каким-то, ну, вот, просто, каким-то вещам, которые невозможно объяснить и невозможно оценить деньгами. И вот сейчас вот даже просто общаясь в разговоре с человеком похожего сознания, ты просто получаешь удовольствие. Это же не стоит денег нам. Это стоит лишь времени, которое самое ценное. Отдыхаешь, по сути. По сути, мы сейчас, вот, я получил огромное удовольствие. Ещё раз благодарю за то, что мы инвестировали время в этот диалог, в нашу беседу. И надеюсь, если у тебя будет время, и мы накопим дополнительный какой-то опыт, обязательно будем встречаться и обмениваться энергией, знаниями. Да, с большим удовольствием. Благодарю тебя. Спасибо тебе.